Лекция номер 2 по вычислительной математике Весовая функция Интегрируемая функция V от X называется весовой функцией Определенной на неком интервале AB Если она больше либо равна 0 На любом На отрезке AB Но при этом она не равна 0 На любом из подотрезков на AB Примером весовой функции Может быть вот такая функция 1 делена на корень 1 минус их квадрат Которая определена на минус 1 и 1 Выглядит она как-то так Также является весовой функцией Давайте определим, что такое скалярное произведение функции По аналогии у нас есть скалярное произведение векторов У нас есть вектор X У нас есть вектор Y И скалярным произведением является сумма их компонент К примеру на плоскости Есть два вектора И здесь вместо n будет 2 Так как у нас плоскость И вектора X и Y будут иметь компоненты X и Y И это число Даст нам скалярное произведение И вводится скалярное произведение функции Которая принадлежит Гильбертову пространству L2 на треске AB Это функции f от X и g от X И берем от них скалярное произведение На самом деле это уже здесь сумма заменяется на интеграл И мы просто пишем f от X и g от X Как это можно себе представить? Представьте себе бесконечно мерное пространство И в этом бесконечно мерном пространстве у нас есть два вектора А компонентами этого вектора является значение этой функции Если вы смогли это представить, то поздравляю Также у нас есть скалярное произведение с весом омега У нас просто здесь добавляется вот такой вот индекс Он также выглядит как-то так И в интеграл добавляется весовая функция У нас также есть условия ортогональности С векторами условия ортогональности является Если у нас сумма даст 0 А для скалярного произведения функции У нас точно такое же условие Если интеграл на AB С весовой функцией даст нам 0 Для функции f от X и g от X Ортогональность функции с весом У нас есть некая система функции Она называется ортогональность системой функции С весом v от X на интервале AB Если их скалярное произведение с весом этих функций Даст нам вот такую вот форму Некий коэффициент альфа и t на дельту кронекера Дельта кронекера у нас это если i равно j Значит единица А если не равно значит 0 То этого условия у нас достаточны Чтобы система функции являлась ортогональной Также у нас может быть ортонормальная система функции Это то же самое но без коэффициента альфа и t Тогда система будет ортонормальной Примером может быть вот такая система функции f1 это 1, f2 это cos x, f3 это sin x, f4 это cos 2x, f5 это sin 2x Ну и так далее 3x, 4x, 5x Эта система функции является ортогональной системой С весом v от x1 на отрезке минус π до π И вот здесь приведено доказательство Почему эта система функций является ортогональной К примеру возьмем значения φ1 и φ2 То есть 1 и cos Так как 1 и 2 не равны значит 0 Потому что дельта кронекера То же самое здесь уже индекс 1 и индекс 3 Значит так же будет 0 Здесь у нас мы просто взяли и раскрыли Нашли интеграл и посчитали площадь И поняли что площадь равна 0 И так далее Теперь давайте рассмотрим случай Когда индекс 2, 3 Тоже они не равны Значит тоже дадут 0 Индекс 3 А здесь уже какой-нибудь другие числа К примеру здесь k и m К не равно m То тоже даст 0 Тоже даст 0 И то же самое со синусами Также у нас будут нули Теперь давайте рассмотрим случай Когда k равно m Но при этом рассмотрим косинус kx и синус kx Они различны Так как индексы будут различны К примеру для косинуса будет 2 А для синуса будет 3 2 не равно 3 значит 0 А если k равно m То индексы совпадут К примеру косинус Возьмем φ2 2 равно 2 У нас будет π И так же синус 3 равно 3 равно π Следовательно мы можем Сказать что скалярное произведение Каких-либо элементов из этого множества Функции У нас будет равна π на дельта кронекера И как вы убедились То вот здесь у нас Два случая Когда k равно k Или m равно m То у нас будет такая вот форма И у нас есть частный случай Когда φ1 На φk К примеру мы кстати здесь не рассмотрели Случай когда φ1 на φ1 1 равно 1 Но мы получим 2π А во всех остальных случаях Мы получим 0 Так как 1 не равно 2 1 не равно 3 Но 1 равно 1 Далее Многочлены Чебышева Многочлены Чебышева можно представить В трагинопатической форме Это tk t от x равно cos k k от r cos x Это их трагинопатическая форма Давайте выведем уже Рекуррентное соотношение Для вот этой вот tk t от x Для начала скажем что t нулевая от x равно 1 А t единица от x равно x Это условие А вот r cos x мы заменим на θ И теперь мы получили Просто мы подставляем вместо r cos x θ Теперь мы tk t θ Получили равный cos k θ Далее Что мы делаем Мы давайте найдем tk t плюс 1 Что такое tk t плюс 1 Мы получим что tk t плюс 1 θ Это равно cos k плюс 1 θ Это у нас Трагинопатические тождества Мы берем и раскрываем Получим вот такое вот равенство И также давайте найдем tk t минус 1 θ Получим то же самое Получим вот это вот равенство И давайте вот уже Соединим То есть плюс о нем tk t плюс 1 и tk t минус 1 Мы получим вот такую вот форму И как можно заметить Что вот это У нас равно tk t И мы получим Что их сумма Равно 2 tk t cos θ Далее Теперь мы переносим tk минус 1 В правую часть И тем самым мы получили Рекуррентное соотношение Рекуррентное соотношение Подразумевает что tk t плюс 1 Будет зависеть от tk t и tk t минус 1 А tk t будет зависеть уже от tk t минус 1 tk t минус 2 Вот что рекуррентное соотношение Теперь А ну и также поставим r cos x вместо t t И получим рекуррентное соотношение Для нахождения поленомов в Чебышево Взяли и подставили Получили tk t плюс 1 x равно 2 x tk t x Да вот здесь мы получили Косинус от r cos x равен x Вот он И минус tk t минус 1 от x Ну и давайте Например подставим Вместо k единицу Получим t2 Берем и подставляем И получаем вот такое вот Значение для t2 от x Далее заметим что Коэффициент при ведущем члене tk t Он пропорционален 2k минус 1 x k t Например Вот у нас здесь 2 А здесь 2 в первой степени А ведущая степень Уже во второй степени И она пропорциональна Вот этой вот формуле Далее Многочлены Чебышева Выглядят как-то так Вот помните t1 t1 у нас равнял x Она выглядит как-то так Черт Отмечено Теперь t2 у нас Выглядит как-то так t3 у нас Это оранжевый цвет И t4 у нас Выглядит уже Посложнее Мы знаем что Вот это все Многочлены Чебышева Ограничены Отрезком Минус 1 А1 А также Модуль tk t Меньше либо равно Единице Ну то есть У нас здесь получился Такой кубик И самое интересное Что экстремумы У нас равны единице Например Вот здесь экстремум Равен единице Вот здесь экстремум Равен единице t3x Что же далее Ортогональность Многочлена Чебышева Вот Система функций Чебышева Образует Ортогональную Систему функций С вот этим вот весом Давайте докажем Если мы помним Условие ортогональности Должно быть так Чтобы у нас Дельта Кронекера И на некий коэффициент Было Было скалярное Произведение Их функций Вот мы берем Скалярное Произведение Функции С вот этим вот весом Это будет Выглядеть В виде интеграла Берем замену Аркосинус Их заменяем На тету А также еще Дтета Дтета у нас Будет равна Вот этому вот Взяли Заменили И Теперь Теперь мы Взяли И подставили Теперь Единицы у нас Заменились на нули На нули Пи Получили вот такую вот форму Избавимся от минуса И получим Что Интеграл От нуля Дтепи Косинус Кх И косинус Тета М Пдх Теперь все что нам осталось Это Доказать Что К При К М Неравных У нас будет Ноль А при К Равном У нас будет Пи на 2 То есть Один И на некий коэффициент Давайте К не равно М Подставляем У нас есть Тегерметрические Тожества Мы получим Это произведение Косинусов А это уже К произведению Косинусов Равном Сумме Косинусов Деленной на 2 И эта штука Если мы найдем Интеграл Эта штука Будет равна Нулю Теперь А если К равно М Теперь мы Скалярное Произведение Уже Можем Представить В виде Квадрата Раскрываем Этот квадрат Получаем Что Интеграл На этом Отрезке Равен Пи на 2 Что соответствует Дальти Кроникера Некий коэффициент Умноженный на 1 В данном случае Коэффициент Равен Пи деленное на 2 И вот Следовательно У нас Вот такое Скалярное Произведение Функции По Вот этой Весовой функции Равно Пи на 2 Умножить на Дельту Кроникера Далее Теорема Корнях Экстремумах Многочлена Чебышева Пускай у нас Есть ТКТ От Х Является Многочленом Чебышева К К Больше Либо Либо 1 Тогда ТКТ Имеет К корней В замкнутом Интервале Минус 1 1 В точках Вот в этих Вот точках И этих точек У нас целых К штук И более того У нас есть еще Экстремумы Этих экстремумов У нас Ну глобальных Экстремумов Этих глобальных Экстремумов У нас целых К плюс 1 штук К примеру Могу Вот показать Вот К примеру Оранжевый Оранжевый цвет Т3 У нас будет 1 2 3 3 корня Ну да Т3 И у нас будет 4 экстремума Глобальных Экстремумов То есть 1 2 3 4 Вот Получили 4 глобальных Экстремума И самое интересное Что глобальные Экстремумы Они варьируются От минус Единицы И единицы Что ж Давайте теперь Докажем Что Если поставить В Многочлены Чебышева Вот эти вот Формулы То мы получим Это корни Значит мы получим Нули А если поставим Экстремуму То мы получим Единицу И минус Единицу Берем Подставляем Получаем Аркосинус И Взяли Раскрыли Получили Вот такую вот форму И действительно Косинус При таком Параметре При таком аргументе В функции Равен нулю Для всех М От 1 до К То есть у нас К К корней Теперь давайте найдем Производную От ТК Нашли производную Получили вот такое вот ФО Равенство И поставим в это равенство Т Наше экстремума И если поставить Вот эти вот Экстремуму В производную От ТК То мы также должны Получить нули Если мы получим нули Значит это экстремума Берем Подставляем Наши ТХ С С Крышечкой И мы получаем Вот такую вот форму И она действительно Равна нулю При вот М Равных От 1 до К Минус 1 Но этого недостаточно У нас еще должны быть Случаи Когда М равен нулю И М равен К Тогда у нас будет К плюс 1 Экстремум Ну действительно Что М равен нулю И М равен К Также подходит Так как дают Если подставить Ру Ноль Или К То мы получим Единицу А если Что-то другое Что-то другое Катая То мы получим Минус 1 А еще стоит отметить Что Мы здесь выше отметили Что если поставить В ТКТ Наш экстремум То мы получим Вот такую вот Форму Минус 1 Степень М Действительно Если поставить Вот сюда Уже не Корни А вот Экстремум То мы получим Подставим В аргументы Раскроем И мы действительно Получим вот такую вот Форму И косинус МП Действительно Равен Минус 1 Степень М Далее, теорема о полиноме с наименьшими по модулю экстремумами Нормированные полиному Чебышева, они имеют самые маленькие по модулю экстремуму Среди всех нормированных полиномов такой же степени Пускай у нас есть тк-т с тильдой Тк-т с тильдой это уже нормированный полином Чебышева Берем обычный полином Чебышева, делим на 2к-1 Причем на 2к-1, потому что у нас в предыдущем степени коэффициент равен 2к-1 А чтобы его нормировать, нужно поделить на то же самое, чтобы получить единицы в предыдущей степени Взяли и получили Теперь это тк-т это нормированный полином Чебышева И пускай у нас есть некое множество всех нормированных полиномов в степени к Тогда у нас будет следующее верное утверждение Что максимальное число в нормированном полиноме Чебышева равно 1 деленное на 2к-1 Почему так? Потому что мы взяли и поделили в предыдущем числении на 2к-1 А если бы здесь у нас было бы не тильда, а просто тк-т, то у нас максимальное число равнялось бы Модуль максимального числа равнялся бы единице Так как многощины Чебышева ограничены от минус единицы до единицы И мы знаем, что нормированный полином Чебышева меньше либо равен нормированному полиному ПКТ Во всем этом множестве нормированных полиномов Более того, что у нас здесь срабатывает равенство Рассмотрим доказательства от обратного То есть наш нормированный многочлен Максимальный элемент нормированного многочлена Меньше либо равен максимального элемента нормированного многочлена Чебышева Введем такой многочлен, как q от x Который будет разностью нормированного полинома Чебышева И нормированного полинома ПКТ от x Кстати, q от x будет у нас к минус первой степени Потому что ведущие члены тк-т стильда от x равны между собой И тогда следующий ведущий член будет, естественно, к минус первой степени А не катая степень Следовательно, теперь давайте рассмотрим такое равенство Будем подставлять экстремумы в наш полином Quad x И вместо т тильда мы запишем вот такую вот форму А ПКТ у нас это некоторый многочлен, который Ну, по этому условию меньше либо равно Максимальный модуль элемента меньше либо равен Максимальному элементу тк-т стильда от x И тогда мы получим, что к меру m равно нулю Мы получим какое-то положительное число Но это положительное число будет больше вот этого числа Соответственно, мы получим вот здесь положительное число То есть выше нуля Теперь мы поставим здесь единицу, мы ставим Получим отрицательное число Отрицательное число минус отрицательное число Мы получим что-то меньше нуля И отметим так Ну и так далее Поставим 2, получим положительное число Поставим 3, получим отрицательное число И так до k И что у нас выходит? У нас выходит такой вот график, который туда-сюда, туда-сюда И в этом графике у нас есть экстремумы И эти экстремумы образуют подмножество И в каждом из этих подмножеств, например, вот этом, есть корень В этом подмножестве тоже есть корень В этом подмножестве тоже есть корень И так далее, и так далее И, следовательно, Q от X имеет в каждом из этих подотрезков около k корней. И, однако, q от x является полиномом к минус первой степени. Проблема. Это возможно только в одном из случаев, когда q от x равно 0. Поставляем здесь 0, и мы получаем равенство tk t стильда от x равно pk t от x. Тем самым, вот эта теорема, выполнена с новейшим по модулю экстремума, действительно. Далее. Минимизация ошибок в интерполяции Лагранжа. Если помните, что у нас есть такая форма, у нас есть известная функция, у нас есть интерполяция многочленов Лагранжа, их разность даст нам остаточный член. И этот остаточный член мы можем минимизировать. Более того, единственное, что мы можем минимизировать из этого остаточного члена, это вот этот вот полином. И теперь же, и так как мы сверху доказали, что наименьшим по модулю экстремум, вот нормированные полиномы Чебышева имеют наименьшие по модулю экстремумы, среди всех нормированных по модулю полином в той же степени. То есть, вот этот полином, и этот полином может быть полиномом Чебышева. Тем самым мы обеспечим минимизацию. И вот далее у нас минимизация ошибок в интерполяции Лагранжа. Если мы в качестве узлов в интерполяции Лагранжа используем узлы интерполяции Чебышева, узлы многочлена Чебышева, то мы получим минимизацию остаточного члена. То есть мы вот эту вот штуку уменьшим до самого максимума. Почему мы можем уменьшить до самого максимума? Потому что меньше полинома с наименьшими экстремумами, с наименьшими экстремумами помимо многочленов Чебышева нету. И да, вот мы его так подставляем, и все. И теперь, ну естественно, вот это x оптимально у нас действительно только на отрезке от минус 1 до 1, но этот отрезок мы также можем растянуть до нужного отрезка АБ, и это растягивание выглядит как-то так, вот такую форму линейную. И тем самым мы можем обеспечивать минимизацию ошибки полинома Лагранжа, остаточного члена полинома Лагранжа. И вот как это выглядит. К примеру, вот здесь у нас график, есть серым цветом обозначена некая неизвестная функция, нам даны узлы, и через эти узлы проходит наша функция приближения, функция многочлена Лагранжа. И как мы видим, у нас здесь очень большие вот такие осцилляции возникают, это все потому что мы выбрали не самое оптимальное расположение точек. Тем самым мы можем использовать уже точки многочленения Чебышева, и тем самым получим меньше осцилляций. Продолжение следует... Продолжение следует...